приветствую всех на моем канале подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео вот такая замечательная детка выросла на цветоносе и что очень часто бывает когда детки растут именно на цветоносе что растут листья вот как и в данном случае но нет корней и сегодня мы с вами будем делать специальную тепличку создавать условия для того чтобы у этой детки орхидеи выросли корни способ проверенный я его вам уже несколько лет назад показывала также наращивала корни тоже была детка на цветоносе у лиадоры не было совершенно корней а вот после того как мы соорудили с вами такую конструкцию корни моментом буквально наросли будем делать то же самое с этой деткой но сначала давайте дадим витамины материнскому растению частности сегодня я буду применять препарат вот такой hb101 это виталайзер для растения можно сказать как энергетик для растений он полностью натуральный в его основе японский кедр кипарис сосна и папоротник здесь нет срока годности и он совершенно не опасен и расход его очень очень динамично несмотря на то что сам препарат не дешевый хотя не могу сказать что очень дорогой но не дешевый но надо на литр всего лишь 1-2 капельки и этого будет достаточно у меня есть отдельное видео про этот препарат hb101 все нюансы его применения все способы когда как и в каких случаях для каких орхидеи его применять ссылочку на это видео оставлю в описании под этим видео так наш виталайзер готов единственное что вот у меня есть мог который я буду вот здесь прокладывать под шейкой орхидеи и в тепличку его надо замочить но я решила что также буду применять не простую воду для того чтобы увлажнить этот мог а использую вот этот впитательный раствор вот этот виталайзер все пусть мог пока напитывается а мы польем орхидеи как всегда поливаем ничего не меняя по краю горшка заполняя вот этот горшок где-то наполовину на две трети и оставим постоять минут на двадцать пока орхидея стоит напитывается давайте с вами подготовим вот этот стаканчик нам надо невысокая его часть примерно вот так поэтому я беру и обрезаю много его нам не надо какая-то детка маленькая вы сами видите даже вот так будет достаточно чем меньше этот стаканчик на самом деле тем лучше но вот это самый был маленький размер который я нашла в магазине так далее что мы с вами делаем вот тут как раз мне уже прорезь где то есть вот так надрезаем и вот сюда вниз тоже надрезаем так 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 и здесь мне надо сделать маленькую небольшую дырочку беру секатор им это удобнее будет делать нежели ножничками буквально маленький такой трехугольничка вырезаю так это для того чтобы мы с вами смогли закрепить на цветоносе сейчас обрезаем все вот такая дырочка маленькая получилась теперь берем наш мох который также вот в растворе аж по 101 у нас замачивался его отжимаю он будет влажный но не будет с него лица жидкость вот так смысл в чем нам надо чтобы вот этот мох оказался под шейкой у детки орхидеи теперь вот эту нашу конструкцию благодаря вот этому надрезу мы с вами надеваем на этот цветонос смотрите вот так 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 обкручиваем закручиваем если моха будет много я его просто уберу и вот так под шейку орхидеи убираем и смотрите вот эта сторона где у нас была дырочка где был надрез немножечко в нахлыст друг на друга стаканчика вот эти надеваем и степлером я просто оставлю закрепку вот видите она хорошо держится дальше и немножко разверну чтобы она была наверное с другой стороны или с этой стороны оставим и сделаем вот так видите чтобы не сама орхидея была во влажности а именно чтобы шейка орхидея вот так было во влажности еще как вариант для того чтобы эта конструкция держалась можно взять просто держатель вот эти которые мы используем для цветоноса и внизу вот здесь чтобы стаканчик не съезжал тогда его надеть на единственно видео у меня цветонос он маленький худенький вот этот держатель он сам видите падает и не держится поэтому можно в принципе если у вас цветонос побольше вот так сделать далее вот эта конструкция вот этот стаканчик он будет просыхать моментом завтра утром мог вы знаете просыпает быстро это все будет сухое поэтому ежедневно просто со шприца вот здесь вот сверху я буду проходить и смачивать полностью этот мог шприц пульверизатор что угодно можно использовать сегодня мог вымачивала вы видели в этом энергетике и виталайзере буду применять разное удобрение когда буду поливать саму орхидею комплексным удобрением в том числе вот сюда на мог тоже буду капать давать комплексное удобрение все что будет получать материнское растение будет получаете вот это детка и благодаря тому что под шейкой орхидеи вот здесь будет повышенная влажность сейчас пойдут в рост корни единственное конечно при этом нужно поставить эту детку орхидеи с материнским растением светлое теплое место но не прямые солнечные лучи то есть не на южное окно сейчас не на западное окно но чтобы было много света действительно не в глубине комнаты да и чтобы было тепло не было холода и тогда вот корешки должны моментом пойти расти еще как вариант если нет вот такого одноразового стаканчика то же самое берете мог обматываете вот там вокруг шейки детки орхидеи сверху ниточкой перематывайте вот так вот этот мог чтобы он держался а сверху чтобы не быстро просыхал просто пищевой пленкой еще закрывайте этот мог это же каждый день проходите и смачивайте чтобы она была во влажном состоянии тоже замечательно пробовала нарастают корни у детки орхидеи напишите пожалуйста какие вы применяете конструкции теплички способы препараты для того чтобы нарастить корни стимулировать рост корней детки орхидеи конечно в период когда орхидея материнское растение растить детку ей нужны силы для того чтобы и детку растить и вытягивать ее и корни ей наращивать поэтому в этот период а материнское растение я поливаю с добавкой различных витамин удобрений тоже будут вам все показывать если это актуально и нужна эта информация показывать полностью уход за материнским растением период роста корней на детки орхидеи напишите пожалуйста в комментарии значит буду показывать все этапы ухода и полива вот за этим вот растением пока растут по крайней и коре не пока мы не отделяем детку детка мы сможем отделить только тогда когда будет достаточно корней не ранее обычно этот период знаете занимает но по крайней мере месяца три точно этот процесс мы будем еще ждать не ранее произойдет смотрите орхидея уже напиталась где-то прошло минут 15-20 буду сливать воду все лишнюю жидкость слила но при этом видите оставила где-то керамзит наполовину чтобы был все равно в воде при вот этой системе содержания в закрытой системе на дне вот где идет дренажный слой жидкость есть постоянно скажу сразу вот мне понравилась эта система тем что можно намного реже поливать орхидею какой-то период проходишь просто доливаешь воду чтобы на дне вот здесь там где дренажный слой всегда была жидкость и все можно полностью вот такой полив как сегодня вам показала не производить но конечно хотя бы раз в месяц нужно поливать орхидею полноценно хотя бы даже для того чтобы дать ей полноценной витамины прошел один день вчера мы с вами сделали эту конструкцию вот мои орхидеи здесь стоят на полочке смотрите мог все он сухой чуть-чуть может быть не полностью просток но все равно он сухой как же я ее буду поливать смотрите взяла простой шприц у меня здесь теплая сфильтрованная вода можно любую воду сюда наливать и вот так туда в глубину и жидкость уходит и постепенно мог ее впитать то что она сюда вниз падает жидкость ничего страшного мог все равно впитает все равномерно и под шейкой орхидеи будет влажность буквально получается сколько один миллилитр это инсулиновый шприц на 1 миллилитр вот этого достаточно для этой конструкции вот так 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 еще надо не надо надо ну вот раз в день я буду проходить вот так смачивать вот эту конструкцию чтобы мог увлажнять под шейкой орхидеи можно также пульверизатор на пульверизаторами тогда вот сейчас вам покажу для примера видите вот так используйте любой способ полива который вам удобно а всем кому понравилось это видео кому было полезно это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить очередное видео пока пока